Директор первый встает, и директор первый садится, если вы понимаете, о чем вы говорите. Итак, Лёня Лонжеров. Кто из них Лёня, кто Лонжеров, мы не знаем. Один, четыре, пять. Всех слышно? Все нормально? Музыканты готовы? Про эту историю мы обязательно расскажем, но это будет тихонько-потихонько между песнями. Конечно, нет, в этот день. Данные господа, так и здравствуйте. Позвольте поздравить вас с Днём города Одессы. Понятно, мы не могли отказаться от приглашения уважаемого председателя. Мы тут же на паровоз, и вот мы здесь, прямо из Одессы, вокальный инструментальный ансамбль. Лёня Лонжерон. Я на базаре купила себе на лошадь. В таких колёсах можно ехать в Магадан. Купил ты бабочку, жилетку, только гроши. Увел какой-то шустрый босс, не по годам. Купил ты бабочку, жилетку, только гроши. Увел какой-то шустрый босс, не по годам. Я узнаю, что красавица Одесса, где Теребасовскую Лёвы стеревут. Сидел, смотрел я у фонтана с интересом. Покрыт кошмары, задан фирменным крысом. Сидел, смотрел я у фонтана с интересом. Покрыт кошмары, задан фирменным крысом. Покрыт кошмары, задан фирменным крысом. Тут подошёл ко мне шикарный иностранец. И говорит, мой френд, поедем в Амстердам. Там жизнь другая, там почти ещё нету пьяниц. Но дела хватит и бандитам, и ура. Там жизнь другая, там почти ещё нету пьяниц. Но дела хватит и бандитам, и ура. Зимой печак, он говорил, зимой калоши. В них не пускают чудный город Амстердам. Я на тебя надену фирму Левис Клёшин. И дипломат французских мест от Торгедам. Я на тебя надену фирму Левис Клёшин. И дипломат французских мест от Торгедам. Когда приедем, ты расскажешь о России. О том, как трудно было жить среди воров. Ещё у вас совсем замучили евреев. Ещё их ловят, как в Китае воровьё. Ещё у вас совсем замучили евреев. Ещё их ловят, как в Китае воровьё. Ещё их ловят, как в Китае воровьё. Доллары и французские. Мощина, вилла, много женщин и вина. Да ты представь себе, францужин гибиспан. Не то, что это будет одесская шпана. Да ты представь себе, францужин гибиспан. Не то, что это будет одесская шпана. Мы этой ночью спиди, стало с ним дюка. И увезём его с собою в Амсердам. Тут я не выдержал, сказал, довольно сука. Одессу маму грабить я тебе не дам. Я снял пчак с него и снял с него колёса. Теперь в них можно ехать даже в Амсердам. Успел ты бабочку в жиле, только хорошим. Увёл в рукость, шустрый путь и погодал. Господа, это шуточная песня, вы же, конечно, понимаете. Но вот теперь мы, наверное, старую такую песню поспоём. То, что многие знают. И кто вдруг захочет подпеть, пожалуйста, подпевайте. Называется она «Тетя Хая». Ах, Йозин, Йозин. Старый добрый Йозин. Старый добрый Йозин. Застыкли ты Такую любимую мозоль. Так лучше, чтобы не знали все. Так лучше, чтобы упали все. Выставить Лишь ножку Ты зволь. С добрым утром, Тетя Хая. Ай-яй-яй. Баба-силка ищет Харь. Ай-яй-яй. Аббасилка ищет Харь. Ой-ей-ей-ей. Три китайца Красит яйца. Ой-ей-ей-ей. С тупой утром Ты захай. Ай-яй-яй. Баба-силка ищет Харь. Ай-ей-ей. Аббасилка ищет Харь. Ой-ей-ей. Три китайца Красит яйца. Ой-ей-ей-ей. А как-то встретил Йозепа на рынке. Он жидкость От монсоли Покупал. В зубах держал Сметану Йозепа в крыльке. Два руками Мощь он обнимал. Хотел я Поздороваться с личинно. Улыбку сотворил И шляпу знал. А Йозеп вдруг Заметил тетю Хаю. Велик был кормой И мимо пробежал. Заметил тетю Хаю. Мамбасилка Шикар. Ай-ей-ей. Аббасилка Три китайца Ой-ей-ей. Три китайца Красит яйца. Ой-ей-ей. Так вот она Какая Тетя Хая. И Йозеп Ведь на смерть Не в ладах. Пусть кто-то швел Посылки Не шампая. А Йозеп Умирает Умазаля. А Йозеп Застыр Что-то Кистою Возьм. И кое-кому Ой-ой-кому Намнет Вакуал. И вслышит Он Когда Погиб И тюмарю И подставит Ножку Абакарь. Стёбра Утром Тетя Харь. Ай-ей-ей. Аббасилка И Штанхарь. Ай-ей-ей. Аббасилки Три китайца Ой-ей-ей. Три китайца Три китайца Ой-ей-ей. Снова Утром Тетя Харь. Ай-ей-ей. Аббасилка И Штанхарь. Ай-ей-ей. Аббасилки Три китайца Ой-ей-ей. Три китайца Три китайца Ой-ей-ей. Дамы и господа, позвольте представить автора этой песни, которая, по счастью, сегодня присутствует здесь, Рудольф Израилевич Фукс. И я думаю, к этой песенке, к этой песенке, как автор, он имеет что сказать. И он сейчас это скажет? Нет, нет, нет. Вот микрофон, пожалуйста. Уважаемые одесситы и примкнувшие к ним, потому что я лично примкнувший. Я родился здесь, в Ленинграде, и все свои одесские песни для Аркадия Северного я написал им на Ленинграде. У меня был случай в Одесском клубе Нью-Йорка. Я сейчас живу в Нью-Йорке. Тоже такой всемирный одесский клуб. И я там на сцене спел одну из своих песен, и кто-то сказал, что я автор. Ко мне подошел такой здоровый одессит, сгреб меня с эстрады и чуть не убил. Говорит, я еще был вот таким в основном уже, как песни пели. Мне пришлось очень здорово ему доказывать о том, что я действительно автор. Хорошо, что я босс-друзья. Я хочу сказать вам, что вот эта тетя Хая здесь родилась по счастливому-счастливому истечению обстоятельств именно вот здесь, в этом районе. В одном вот Сваров, на той стороне. Караван, наверное, Анатольский, который называл Световский, я уже не помню. Так вот, там жил дядя мой первой супруги, который сейчас уже, слава Богу, в Канаде замужем за канадцем. Так вот, этот дядя, его звали Йозе. Такое имя, имя довольно оригинальное. И он действительно любил вставлять ногу и очень радовался, когда на нее наступали. Ну, я имею в виду, не так радовался, как все радуются, а отрицательно снуйся радовался. И вот я решил написать этот первый куплет именно о нем. Значит, теперь еще вот этот припев «С добрым утром, дядя Хай». Это старый припев «Неповских приемных ремен», который пела еще моя мама, Придуня Миновна. И я запомнил, вот, ее текст решила ввести в эту песню. Так вот, я для Аркадия Северного написал вот эту вот песню-куплет. Вот, спел ее в одной из наших передач. И народу, насколько он понравился, что появился уже народный куплет. Второй куплет, это не мной написано. И я очень завидую, а второй он здорово написал. Потом я услышал уже в Нью-Йорке, в исполнении Гриши Димонта, покойного, я услышал третий куплет. Ну, я решил уже, раз я вот эти песни начал, я решил ее закончить в Нью-Йорке. И написал четвертый куплет, который мало кто знает здесь, в Петербурге. И вот сейчас наш дорогой Леня Лонжерон исполнит вам этот четвертый куплет. И вот, почему я делюсь здесь, теперь в Нью-Йорке. На Байзен-Бич по водку он ходил. Курил самокрутку из Вахорки. Из-за больного возраста он забыл. Она теперь его не беспокоит. Но одному терять ведь не с руки. Отстречу тут с кошелкой тетя Хая. И если ей, ну тетя, помоги. С добрым утром, тетя Хая. Ай-ей-ей-ей. Вам посылка пища Хая. Ай-ей-ей. А в посылке три китайца. Ой-ей-ей-ей. Три китайца красят яйца. Ой-ей-ей-ей. С добрым утром, тетя Хая. Ай-ей-ей-ей. Папа, сын, пища Хая. Ай-ей-ей-ей. А в посылке три китайца. Ой-ей-ей. Три китайца красят яйца. Ой-ей-ей-ей. С добрым утром, тетя Хая. Ай-ей-ей-ей. Мама, сын, пища Хая. Ай-ей-ей-ей. А в посылке три китайца. Ой-ей-ей-ей. Три китайца красят яйца. Ой-ей-ей-ей-ей-ей. Спасибо вам за эти аплодисменты. Я чувствую, что я прожил жизнь не зря. В этот именно момент. Я хочу показать партнер, к которым я имею отношение, поскольку одно из них я написал. Это называется «Песни на ребрах». И вторая книга об Аркадии Северном. Аркадий Северный. Советский Союз. Почему я ее показываю? Потому что вот эта здесь, этот компакт этих семнадцати песен Одессы, которых я написал для Аркадии Северного. Мне за них не стыдно. Один раз щеку не набили, а теперь вот вы мне хлопаете. Спасибо. У меня есть небольшой подарок для вас. Вы имеете возможность услышать мой фокус об Одессе. Я как бы завершаю свои... Может быть не совсем завершаю, но еще что-то напишу об Одессе. Вот именно этот текст называется «Невдобняк». Этот текст называется «Невдобняк». «Невдобняк». К чему я его написал сегодня? Мне свою ночь вспомнилось это слово одесское, которое мне очень нравилось. Я бывал в Одессе несколько раз, и меня это слово очень увлекало. «Невдобняк». Так вот, сейчас я вам прочту это стихотворение. Пока это стихотворение, но может быть сегодня, к концу, когда уже вы достаточно выпьете, мы это превратим в песню, если у нас получится. Значит, «Невдобняк». Одесса – столица мира. А не новые усики. Не северная Пальмира. И не старые усики. И вот, как Пальмира срединная, на Черном море уж есть, она здесь царица единая, хранит черноборскую честь. А почему? Неудобно. Одесситом не первым и быть. Давайте ж, друзья, подробно песней о ней говорить. «Невдобняк» поэтессе под пнями. «Невдобняк» быть, Одессе. Извините меня, может быть, скаковали. «Невдобняк», когда правит грузин. «Невдобняк», когда тянут корзины с золотым черноморским солнцем. Просто разные пашеконцы. А пусть в Одессе правят евреи. Будет лучше и как-то вернее. Там всегда было есть и будет. И об этом никто не забудет. Стать и вечность столицы мира. И звучать королевы эфира. Да все ниже поэзии лира. Просветать впереди солнца мира. Центр будет королевского эфира. Рудольф Фукс, продюсер Аркадия Северна. И многих других знакомых нам исполнителей. Уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги. Мы здесь изображаем из сельской маккультурной столицы. И изображаем культурную компанию. И разрешите уважаемому Рудольфу Фуксу от нашего лица вашему лицу на память о сегодняшней встрече преподнести книжку. Эта книжка еще теплая. Тепленькая. Это одесский армонах Дерибаска, руководитель Шеверска, который издает Семиры Глоба Одесситов. Это юбилейный выпуск. 70-й номер. Издается она 17 лет. И вот прямо из улицы Базарная, угол Борозлийска, Семиры Глоба Одесситов. Вам это вот на память. Литература. И передай, пожалуйста, спасибо. Спасибо. И чтобы вы поняли, что я не очень сильно люблю. Это две фирменные пакеты для Семиры Глоба Одесситов. Здесь таких не делают. Продой фук. Аплодисменты. Обратные рукопожатия оттуда. Спасибо. Всем. Да, еще один маленький нюанс. На столах разложен тот же юбилейный номер газеты. Всемирные детские новости. Там сверху лицо доброе. Это Исаак Бабина. Те, кто не знает, знаете. Это действительно юбилейный. И я начинаю чувствовать себя Бауманом. Потому что я тащу пакет газет через две границы. Понимаете? Все это было. Очень интересное ощущение, я вам скажу, товарищи. Читайте, завидуйте. Это, на самом деле, литературная, краеведческая газета. И никакой политики. Все в нас ужасов. Ну что, мы продолжим наше выступление. Еще немножко потерпите, и мы сделаем тайм-ау чуть больше. КОНЕЦ КОНЕЦ Не смотрите в этаж, сквозь прыщу и дилан. Чентльмены, пароны и тендер. Чентльмены, пароны и тендер. Чентльмены, пароны и тендер. ПЕСНЯ Он их сделал немало. Срок пришел и холодное. Столом расстрел. Развучал приговор. И вот я проститутка, я фея из бар, я черная боль. Я летучая мышь, вино и мужчина, это моя атмосфера. Придет эмигрантов, свободных в полицию, я рассказала полковнику. Надь берите мне там скольчей валютой, за это вам. Вы мне франкомиссер заплатите, а все остальное дорожное вы. Ведь я проститутка, я фея из бар, я черная боль. Я летучая мышь, вино и мужчины, это моя атмосфера. Я летучая мышь, свободных в полицию, только лишь иногда. Под поклубь дикой страсти вспоминаю Одессу. Продолжение следует... И тогда я плюю, в их слюнявне пасть, а все остальное печальное вы. Продолжение следует... Ведь я героиня, я фея из бар, я черная боль. Я черная боль, я летучая мышь, вино и мужчины, это моя атмосфера. Придет эмигрантам свободный парень. Придет эмигрантам свободный парень. Вы не стесняйтесь, пожалуйста, заказывайте, потому что хорошую музыку надо слушать, когда мозг не задавлен той кровью, которая отходна к желудку, и абсолютно свободный мозг слушает правильную информацию. Это моя самостоятельная теория. Сытого брюха, но спокойно. Когда брюхо голодное, думаете не о музыке, а о том, кого бы съесть. Закон природ. А таки докторы. Таки да. Таки да. Даже не докторы, а врача. И, уважаемые коллеги, ну поскольку мы уже собрались и собрались, слово для гимна предоставляется заслуженной артистке России Ирины Терновой, которая умудрилась приехать с Одессы даже позже, чем я. Я чувствую, что это что-то не то. Знаете, я что хочу сказать? В этом году я была в Одессе с 27 июля по 30 августа. Это вообще большой прогресс, потому что так надолго я еще не выезжала, в смысле не отдыхала в Одессе. Поэтому много чего есть рассказать, я в общем расскажу. И вот этот белый медведь, который там ходит, я буквально его 29 числа видела тоже. Да я его тоже видел, все видели. Так по машине его. Мы будем петь это все вместе с хором, собственно, как и произошло. Поэтому я готова. Любой тонализ. Вы мне немножко подыграете, да? Липус беру. Спасибо большое. Дрия Кондо, не знаю. Какой-нибудь... Можете вступление сделать? Я хочу звук. А, неважно. А песня какая? А песня какая? Давайте начнем с того, что... Песня какая? Песня об Одессе. Когда я пою... Что ты играешь? Это пою Ревиз. Это пою Ревиз. Это пою Ревиз. Да. Другой двоих. Поехали. Пусть будет такое вступление. Как... Как... Когда... Нет, пои же. Когда я пою о широком просторе, о море, зовущем чужие края, о ласковом море, о счастье и горе. Поехали. Юэна, это все приезжие. Да, они не знают. Вот, по-моему, с ним говорите. Когда я пою о любви беспредела, о людях, умеющих верить и ждать, о гроздях душистых, о гацей белой, спешу я тебе свою песню отдать. Я вижу везде твои ясные зори. Одесса. Три-четыре. Одесса. Со мной везде твое море и небо. Одесса. Все. Одесса. Ты в сердце моем, ты всюду со мной, Одесса, мой город родной. И третий куплет. Когда я пою о заветных желаниях, что сердце левее мы, что с детства левее мы в сердце любя, о долгих разлуках, о кратких свиданиях, пою я о тебе, я, одесса моя. Одесса. Я вижу везде твои ясные зори. Одесса. Три-четыре. Одесса. Со мной везде твое море и небо. Одесса. Одесса. Ты в сердце моем, ты всюду со мной, Одесса, мой город родной. Одесса. Одесса. Не надо, надо было немножко, но не важно, спасибо. Вот так, непритязательно и душевно должны звучать все гимны. Прозвучал гимн города Героя Одессы. Ура, товарищи. А еще, ну, еще. Я теперь имею вот такую паспортную книжку Одессита. А то у нас. Именную. Мне ее выдали в музее. Скажи, пожалуйста, там прививки есть? Есть. важно знать очень много чего и еще устав ой не вижу без очков 1903 года это паспортную книжку мне выдали замечательном музее который открылся 2 сентября еще до 2015 года на улице утесова 11 музей леонида утесова и так получилось что оказалось директором вот сейчас этого музея оказалась моя приятельница светлана шляхова и сегодня было принятие второй комнаты то есть ее уже тоже сделали сегодня было открытие второй комнаты музея утесова там с какими-то раритетными фотографиями вещами и так далее так что в 4 часа дня на утесово 11 было большое большое собрание с мэром и города и губернаторами так далее так что они тоже сегодня там праздновали и вот вот эта книжечка и вот такая маленькая еще книжечка так было здорово когда я пришла в музей никого не было и вдруг пришел человек музыкант просто зашел в музей и была замдиректора говорит а вы можете спеть или конечно мы стали петь как много девушек хороших потом вот гимн одессы музыкант сел стал играть никого нет даже некому снимать понимаете только двор шестнадцать этих квартир все так очень хорошо и был концерт просто бесплатный в окна со второго этажа квартиру лились звуки как много девушек хороших вопросе зала как раньше называлась улица утесово не помню видимо что он поставит купить а треугольный переулок да может быть да да такой да да ну вот поэтому очень много хороших людей в одессе и знаете очень все хотят все таки не как-то пересмотрели многие какие-то свои взгляды и уже говорят о том что мы очень хотим чтобы мы все были вместе чтобы мы дружили вот и в общем да да в общем надеюсь что это случится слияние быстрее вот так что вот спектакли смотрела в музеях побывала прекрасный прекрасной экскурсию провела всех друзей собрала на экскурсии криминальная одесса и дворики одессы вы знаете это безумно интересно оказалось даже людям понимаете столько звезд в одессе родилось не только актеров и так далее а криминала такого что даже мы не знаем если вы не артисты уже аперист да 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 извините что это как не убить дебюршичного зона так и дебюршичного зона дружебные товарищи наконец-то вы стали понимать что у вас не просто пьянка все-таки культурное предприятие ха 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 поэтому слово брата предоставляется Лёнину с жиронов ваш ход поясн мы сделаем еще одну песенку а потом небольшой перерывчик и все смогут убедиться просто наありがとう А поезд тихо ехал напередичем, а поезд тихо ехал напередичем. 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 А я не уберу по чемоданчику. А я не уберу по чемоданчик. А я не уберу по чемоданчик. Он выбросил в окно 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 чемоданчик. А это был не мой чемоданчик. А это был не мой. А это был не мой. А это был жены на чемоданчик. А в нем было святительство. 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 Вот так я снова стал холостой! А поезд тихо ехал на пердичьем! А поезд тихо ехал на пердичьем! Уважаемые коллеги! У меня есть два сообщения! Сергей Григорьевич Пегецко болеет черноморцем! И задал мне вопрос первый! А что это на тебе одето? А я ответил и получилось очень интересно! А то Лена потом убегает! Я в Одессе, пусть она будет Украина, пусть она будет что угодно! И пожалуйста! Украина! Гораздо! Конкурс одесских песен на украинском языке! Первые три быстро напойте! На украинском языке! Потому что одесса петь! Это сразу по морде получить! Но даже на паскоте за песня одесса! В оперном голосе можно получить по затоку доской! Не звучит! А народ, он тот, на чём языке поются песни! А про Одессу только два! Идиш! И русский! Но в Украине шикарные песни! И нищие комиссии! И второе! Показываю, как прёт изнутри! Вот здесь написано! Шарщины мост! Написано! Ультра с Одессы! А с другой стороны герб черноморца! И старый герб Одессы! Двуглавый орёл! Двуглавый орёл действительно! Понимаете? Наш! И вопрос! Почему он чёрно-жёлтый? Да почему же чёрно-жёлто-белый? Это российские имперские цвета! И вот они сами не знают! Но из них! И вот идёт такой весь стриженный, весь седовый! И прыгает! Они на шапке вместе с ним! Машутся руками! Российский Двуглавый орёл! Потому что что есть, это корни! Их не истребить! И я к чему говорю! Два года он зато сфотографировался с Саакашвили! Поймал его там, обнял сзади! Захожу! Всё так же было прекрасно! Вроде да нахренал им грузины! А теперь у него брата закрыли сегодня в Киеве! Теперь он гонимый! И он теперь за нас! Человек побыл в Одессе год! И он понял, что хорошо, что плохо! Теперь это уважаемый человек, он прошёл Украину! Слово для доклада предоставляются заслуженные артисты! Пока заслуженные! В России! Елена Пердыма! Я тут с микрофона могу подумать! А как на дерева со всеми головища есть? Восемь часов вечера, в Рождество всё весело! А как у нашей папушки, у папушки старушки, Шестера на кончиков отобрали участие! え! Лапс, тост, певеркоз, папушка, здорово! Лапс, тост, певеркоз! Лучший дождь! Лапс, тост, певеркоз! И мечтает снова! Лапс, тост, певеркоз, пережит дождь! Тамушка успехает, бабушка страдает, Вателя на пам'ках и покоев соном. Двери все открыты и идут бандиты! Пусть придут пешествия, хотя бы чуть-чуть. Господь, спиритус, башка, здорово! Господь, спиритус, лучший соход! Господь, спиритус, не мешай сон! Господь, спиритус, не мешай сон! Не выходит бабка из дома на улицу, А принимает бабка, она очень хорошо. Господь, спиритус, а жарит каждый день для хулиганов в курочку. Пусть придут печенье, я тебе иди, пусть шел! Господь, спиритус, башка, здорово! Господь, спиритус, лучший соход! Господь, спиритус, не мешай сон! Господь, спиритус, все лечит на ладо! Не гуляют бедные и не пьют на лёдчих, Не пугают бабушек, к ним врываясь в дом! Не гуляют с дефтами, лечатся на лёдчих, Понимают доктора сразу в шестерок! Господь, спиритус, а также в дом! Господь, спиритус, лучший соход! Господь, спиритус, не мешай сон! Господь, спиритус, все лечит на ладо! Папка, папка, а что ты будешь делать? А когда настолько зимы холода, А у меня же нету зимнего проточка! А у меня же нету зимнего проточка! Господь, спиритус, а ты же что-то на ладо! Господь, спиритус, лучший соход! Господь, спиритус, не мешай сон! Бабушка с бабушкой Мы когда-то спрашивают, двери оставляют Но теперь молодчики и страшные налетчики Бабушек не смеют уж больше обижать Бабушка с бабушкой 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Искренне благодарю. Ну теперь, ну будем искушать всех нас. Поднимем руки, кто здесь одессит, нет? Да. Ну ребята, ну уже лучше. Насим. Руки поднимем, блин. А кто хотя бы один раз был в Одессе? Ну ребята, ну все. Все, все, давайте так. Давайте выпьем за Одессу. Не за город, а за место. Место, которое, ну вот за Богом данное, вот эту вот зону, зону прекрасного климата, прекрасной атмосферы, прекрасной ауры. Людей, много национальных, где вообще непонятно, кто русский, а кто украинец, а кто еврей, а кто молдавал. Непонятно, там есть, ну вот я как-то раз столкнулся на Корсике с одним чуваком. И я говорю ему, ты француз или испанец? А он мне говорит, я корсиканец, да? Ну вот, ассоциация понятна, да? Одессит. Я вот горд, что я Одессит. И Саша Килищенко. Наверное, горд, что он... Да я знаю, что горд, потому что есть чем гордиться. В этом городе жили наши родители, наши деды и прадеды. Эту улицу, вот в том числе Теребасовскую, и Ставтали, такое количество красивых и талантливых ног. Это вот такая фабрика действительно очень интересных, ярких, талантливых людей. Я жалею, что уже несколько лет на мне нет Одесского загара. И я прошу Бога, каждый вечер, Господи, помоги-то, пожалуйста. Дай Бог этой земле мира, счастья и процветания. Давайте выпьем за Одессу. Давайте! Дорогие товарищи, ну надо выпить. Кто вам еще должен попросить, чтобы это сделали, а не зла? Давайте! Ура! За Одессу! Ну давайте троекратное ура за Одессу! За Одессу! Два коротких, они протяжи! Три-четыре! Ура! 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 Дорогая работа. Дорогая зона бокала. Ростан. О! Я не поняла. Родировал хе-хе-хе-хе-хе. Другую спину девушке с огонь. Да, я так думаю. Нет, а что в шансерке? Еще. Единственное, Продолжение следует...